Это день для Бурябая особенный. Металлурки Бурябаяского ГОКа отмечают свой профессиональный праздник. Их по традиции поздравляют первые лица района. Наш корреспондент продолжит тему. Через день профессиональных праздников День Металлурка занимает особое место. В нем сочетаются многолетние традиции древнего ремесла и современной металлургической отрасли. В металлургии работают люди сильные, волевые, упорные и преданные своему нелегкому делу. Геннадий Журавлев у стажа работы в данной отрасли с 59-го года. Здесь работал в горном цехе. Здоровиком работал в 5-6 год. Затем начальником, начальником карьера Бурябаяского, начальником древних работ. Потом в 67-м году перешел в управление. Ну это же профессиональный праздник. Каждый год мы включаем с радостью, подключаем ее. Разделись радость металлургов района приехало много гостей. В их числе представитель Министерства промышленницы Валерий Галеев, который тепло поздравил собравшихся с праздником и отметил, что металлургия вносит значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы республики. Что рост производства и финансовая устойчивость на городообразующих предприятиях способствует повышению качества и уровня жизни населения районов Башкирского за Урали. Уважаемые жители поселка Бурябая, пользуясь предоставленной возможности от имени Министерства промышленности и национальной политики Республики Башкортостан, хотел бы вас поздравить с профессиональным праздником, Днем металлурга. Мы ценим большой вклад, который вносит Бурябайский ГОК в экономическое развитие Республики Башкортостан и России в целом. И, пользуясь возможностью, желаем, хотел бы сказать, чтобы комбинат еще более преуспел в этих начинаниях. Добычу твердых полезных ископаемых на территории Башкортостана осуществляют более ста предприятий, находящиеся в нашем районе ООО «Башкирская медь» и ЗАО «Бурябайский ГОК» являются наиболее крупными из них. В развитии горной промышленности и цветной металлургии Башкортостана важной роль отводится уральской горно-металлургической компании. Республиканские власти и руководство УГМК «Холдинга» совместно поднимают промышленность за Уралье и решают его социальные проблемы, подавая пример продуктивного государственно-частного партнерства. Широкий спектр вопросов, связанный с развитием металлургии и качественным улучшением жизни горняков всегда находится в центре внимания президента Башкортостана. Мы были профессиональны, Байрам, или советовался, когда светлая металлургия, был день светлой металлургии, был праздник. Мы были просто день металлургии, был праздник. Мы были в Буткан, Байрам, мы были в самый... А что Байрам был? Я был проходчиком на участке ГТР, горно-капитонной работе уже в течение 7 лет. Но это, конечно, приятно мне от жизни. Очень большое... Очень благодарен руководству за то, что оцениваю. Спасибо большое. Генеральный директор ЗАО «Булебаевский ГОК» Рустам Аблаев, поздравив с главным праздником металлургов, отметил, что стратегическим направлением развития Булебаевского ГОКа является расширение сырьевой базы, реконструкция, техническое перевооружение основных фондов предприятия с целью создания современного производства, обновления всего его цикла, обеспечивающего повышение эффективности, энергосбережения и экологическую безопасность. Выделил основные принципы социальной политики комбината. Это обеспечение достойного уровня доходов работников всего предприятия, забота о здоровье, поддержка пенсионеров и ветеранов войны, содействие и повышение образовательного и профессионального уровня молодежи, а также внимание развитию детского спорта. За первое полугодие 2012 года все основные производственные показатели ЗАО «Булебаевский ГОК» сделал. Очень хочется отметить, что определенный период времени у нас были сомнения по рудной базе, очень серьезные сомнения, так как определенное время не готовилось рудной базы, не было подготовки солидной, серьезной подготовки. Сегодня действительно приняли нормальных специалистов, грамотных специалистов, разработали стратегическую программу развития кабинета с целью последующего перехода на новый ствол. Действительно, дополнительно начаты работы по скрытию существующего октябрьского рудника, дополнительно 700 тысяч тонн руды, помимо той руды, которая на сегодняшний день имеется и скрытой. И мы с успехом сегодня отмечаем, что руда на комбинате будет. Это однозначно. Рустам Хайрулин свою речь начал с того, что экономику района сегодня трудно представить без освоения медно-колчеданных месторождений, развития светометаллургии. Также подчеркнул, что «Булебайский ГОК», созданный в свое время как золото-добывающий рудник, многие годы был единственным промышленным предприятием в районе. И наряду с сельскохозяйственным производством начал весомый вклад в его социально-экономическое становление и развитие. Особо хотел отметить, поблагодарить наших ветеранов. Без вашего действительно тяжелейшего героического труда не было бы ни горно-богатительного комбината, не было бы поселка и, поверьте мне, не было бы и Хайбурнского района. После завершения официальной части на судьбу «Булебайский ГОК» была представлена концертная программа и различные развлекательные мероприятия. Ваниля Башарова, Зуфара Лебаев, Фильмор Крымгужин, Служба новостей. В 19 районах Пашкатистана, в том числе и в нашем районе, введен особый противопожарный режим. Об этом в понедельник 16 июля сообщил министр лесного хозяйства РБ Рожап Набьюлин на оперативном совещании в правительстве республики. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 76 лесных пожаров на общей площади 429 гектаров, сообщили в пресс-службе правительства РБ. «Основные причины возгорания в лесах – неосторожное обращение населения с огнем и сухие грозы», отметил Рожап Набьюлин. В последние дни в ряде районов республики, в том числе и у нас, создалась критическая ситуация. Введенный с 13 июля особый противопожарный режим предусматривает усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий и требования правил пожарной безопасности. Запрет на разведение костров и сжигание мусора, запрет на посещение лесов, дежурство добровольных пожарных формирований, создание дополнительных минерализованных полос во всех населенных пунктах. Пострадали из-за аномальной жары и сельхозугодия района. По словам аграриев, район может остаться в этом году без урожая. Аномальная жара выжигает тысячи гектаров сельхозугодии. Последняя надежда фермеров – озимые культуры. Правда, если нежданный ливень не оросит обезбоженную землю, посевные работы окажутся под угрозой срыва. За шесть месяцев текущего года на улицах и дорогах Республики произошло более 2000 ДТП, в которых погибли более 200 и травмировано более 2500 человек. Об этом и о других моментах говорили в ходе пресс-конференции по теме обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах РБ, которая прошла в селе Аскарова Обделиловского района. В числе представителей средств массовой информации за Урале в работе конференции приняла участие и наша съемочная группа. В Аскарово свой рабочий визит в главный государственный инспектор Республики начался с приема граждан. С вопросами, касающимися деятельности госавтоинспекции, предложениями по обеспечению безопасности дорожного движения мог обратиться любой желающий. Беспокоюсь за безопасность детей у нас в проезжей части деревни Таштинирово. Не знаю. Хотим, чтобы туда положили лежащие полицейские. Ежегодно в результате дорожно-транспортного происшествия погибает более миллиона человек. Еще 50 миллионов человек получают травмы и становятся инвалидами. Дорожно-транспортные происшествия являются первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Причиной почти всех аварий является не что иное, как игнорирование общепринятых дорожных норм, равно как пренебрежение жизнью и здоровьем не только себя, но и близких нам людей. Основная наша задача – это совместная работа, отметил в своем выступлении Динар Гельмудинов. О причинах, последствиях и мерах предотвращения ДТП он говорил уже в ходе пресс-конференции. Сегодня главный критерий, как новый министр внутренней страны сказал, что доверие населения – это главный приоритет работы полицейских. И дорожная полиция этим вопросом будет заниматься. И я буду требовать от своих подчиненных, чтобы они занимались, чтобы каждый гражданин нашей республики был доволен от работы наших, моих коллег. С 1 июля вступили в силу несколько новшеств по части ПДД эксплуатации автомобилей. Самое значительное – снятие номеров за чрезмерную тонировку машин и повышение штрафов за неправильную парковку. С 1 июля отделаться штрафом за чрезмерную тонировку уже невозможно. Вместе с денежным взысканием инспекторы по всей России начали снимать регистрационные номера транспортных средств. Чтобы вернуть номер, водитель должен исправиться в течение суток. Второй летний месяц принесет водителям не только проблемы с тренировкой, но и новые повышенные штрафы за парковку и остановку в неположенном месте, а также выезд на полосу движения маршрутных транспортных средств, то есть автобусов и троллейбусов. Наиболее значимые денежные наказания ждут водители Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, значительно увеличены штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. В настоящее время, вплоть до 30 июня, наказание за нарушение этой статьи ограничилось предупреждением или штрафом в размере 300 рублей. Теперь же всех водителей ждет задержание транспортного средства и крупный штраф – полторы тысячи рублей по России и три тысячи рублей для Москвы и Петербурга. Однако, по словам старшего инспектора ДПС Димы Гассина, увеличение суммы штрафов водителей не испугало, и количество нарушений за это время меньше не стало. Статистика показывает, что количество нарушений все больше и больше становится. За примером далеко ходить не пришлось. Уже возле здания администрации, где прошла пресс-конференция, Динар Гельмадиных и журналисты смогли пообщаться с первым нарушителем. А кому он улучшил конец? А почему ли в нем безопасно? Вместе с тем есть и добросовестные водители с многолетним стажем. Ишпуду Гумеров признается, что за все 52 года, которые он за рулем, нарушать правила дорожного движения не приходилось. Как армия, так и всякие машины, грузовые, жуле, последние муна, ятищи. Это великопарно-балинская. А правила нарушать телегопарно? Как? Штрафно-балинская, потому что мы не нарушать. В целом, работа конференции получилась достаточно плодотворной. Представители СМИ городов и районов Зауралья получили ответы на все интересующие их вопросы. Довольным итогом встречи с журналистами остался и сам Динар Гельмаддинов. Я вообще, если честно, благодарен вам за то, что вы приехали, в первую очередь. Во-вторых, мне очень понравился диалог с вами. А то я много куда ездил. Журналисты у нас как бы скучные были. За Урале я вообще удивился, что журналисты не столько вопросов задали, просто для меня было приятно. Я как бы приятно удивлен этим, потому что вы не стоите в стороне и понимаете, что мера ответственности какая у нас, у вас за людей. Короче, если вы не будете давать для населения все наши проблемы, то у нас порядка не будет на дорогах, люди не будут знать, что мы делаем, что вы делаете. Если вы как бы будете больше освещать, люди будут больше слышать, больше будут видеть, я думаю, в каком-то мы знаменателе, в общем, победа придет. В необходимости совместной работы пришлось убедиться на следующий же день. На автодороге Ак-Яр-Лдубаева мы стали очевидцами очередной аварии. Автомобиль «Москвич» столкнулся с прицепом от трактора МФЗ-80, в результате чего погибли двое мужчин. Предварительная причина несчастного случая – превышение скорости. Фаниля Баширова, Зуфар Алибаев, Айнур Ахметов, Служба новостей. В районе продолжается летний отдых детей. Напомним, что на сегодняшний день 68% учащихся уже поправили свое здоровье в различных оздоровительных лагерях. Завершаются вторые смены летних оздоровительных лагерей «Аксарлак» и «Березка». До дня завершил работу профильный лагерь «Юный геолог», работавший на базе школы села Бурибай. На сегодняшний день продолжает работать спортивный лагерь «Рекорд», занимающийся легкой атлетикой. Также для подростков будет организован водный поход по реке Сакмара. Помимо этого, школьники в течение июля во время многодневных походов посетят гору Иремель и памятники природы Хайбуллинского района. На этом выпуск новостей завершен. Далее эфир продолжит второй этап телевизионного проекта «Мирас» «Наследие» из Татурзиакского сельсовета. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова